Сегодня 9 октября 2018 года. Вторник. Вот мы напротив храма и школы. Труба это от школы. И рядом склад. Я зашел прямо внутри. Нынче необыкновенный урожай. Выше роста человеческого пшеницы. Ну, я сейчас посмотрю примерно сколько она идет. Ну, видно где. Около двух метров. Ну, полутора-то метр восемьдесят примерно на весь склад пшеницы. Вот так. Господь благословил. Молились об этом. Что брату нашему Игорю Господь помог. Сейчас он гречку снимает. Я не знаю, куда он ее валит. Что-то я не вижу даже. А это вот на улице пшеницы. А там лечмень и пшеница. Я уезжаю и поэтому охота все осмотреть. Вот он, кормились. Приехал с нуля. Сколько техники. Вот как. Ага. Там склад. На той стороне я иду. У него здесь у него трактор. На тракторе видно. Вот. А тогда сушили как. Лопатой подбрасывали. Провеивали. Ветер дул. Ааа. Вот оно где у него гречка. Гречка. Это он на улице под открытым небом. Вот тут из склада выпирает ячмень. Ячмень. Тут все. Тут вела. Коса. Ну и на два метра высоты. Горох он вынес. Продал. Земля кормит. И земля несет нравственное начало. Как Столыкин Петр Аркадьевич говорил. Ну вот я подошел. Она метра полтора. Кущу. Вот обхожу ее. Можно даже посчитать сколько. Раз. Два. Три. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ну возьмем 10. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать метров навалено. Навалено. Тут трава прямо в траву. Тут траву убирали. Тут убирать некогда. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну вот считай. Семь метров на двенадцать. Семь на двенадцать. Ну в общей сложности тут по девяносто подкатывает кубометров. Ну поменьше возьмем. Даже семьдесят кубометров. Да нет. Так. Вот она лежит. Гречка. Гречка. Гречневая каша. Обрабатывать. В прошлом году он продавал тут. Насколько это радостно смотреть. Вот. Я еще обошел эту гречневую. Даже не видал. Эти дни мы все собираемся. И не видим. И ничего тайны никакой никогда не делает. Сколько собрал. Сколько из гектара. Почем продал. Днем-ночь спроси. Все. Все отвечает. Сколько у него клиентов. Почем молоко. Сливки. Никогда ничего не продавал. А того простой. Простой. Игорь Александрович Барабаш. И всем он друг. Всем. Даже тут попадает и горох. Ооо. Теперь я увидал. Метр семьдесят высота. У него. Я полез теперь. Там горох у него еще лежит. Это нынешний горох. Там где-то скрылся. А это ячмень. Ого. Ого. Ну и ячмень здесь два с лишним метра. Два метра определенно. Благослови его, Господи. У братьев Евгения Долгов. Мы за них молимся. Соседние. У Игоря-то немного. Тут гектар триста. А у того, кажется, шесть тысяч семьсот. Вот так. И успевает на занятия приходит. Издалека посмотреть. Батюшки-то нету. Может, что-то посоветовал бы. Как ему закрывать-то? Это палатки какие нужны. Огромные. Там он закрывает сено. Вот. Вот это, видимо, горох. На улице вынесли огромные-огромные мешки. Там, наверное, по полтонны. А то и больше. Какие крепкие мешки держать. Вот. Маленько проверивает. И сразу увозит. И дальше просушивает. Вот так. Мы уезжаем. Мы знаем, о чем молиться. Вот какой у него фонарь тут. Там сушилка. Сердце радуется. Вот здесь тоже загрузил. И за так полное оставил. А вон там, посередке деревья. Это то. Растет территория нашего лагеря. Или теперь музея. Сохрани, Господи, тоже. Нападки были. Но Господь сохранил все лето. Может быть, образуемся противники. А там ни для чего не нужен. Для памяти. Показать, как можно в бедности жить. Красиво и интересно. Государство бедное не может. Потому что не хватает денег на новых олигархов и их сыновей, дочерей. Все, что-то революцию поднимать. Нет, молиться надо. Больше ничего не дано. Остальное Бог усмотрит. Кому тут жить. Какому народу. Богу слава. Игорь Барбаша, Господь благословил обильно. Это он с Леной, с женой. Это и Сааке работает. 15 лет. Пожалуйста, себе уже хлеб зарабатывает. В городе куда он пойдет? А то все свои. Слушай, беды верующий. Он сильный парень. Ты, не види. Не перестает, как в машине. Тянется. Сейчас он не едет, я ему тут скажу, что мы там заготовили. А вон голубь, испорченная. 15 километров. Он по прямой, это 12. Летает, чтобы накормиться. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все зари, 8, было больше. Ждут, когда отойдутся, они поедят. Полетели, отдыхают. Это зерноочистительная машина. И теперь уже 9. Да что, где-то там, на той стороне они. Это я здесь сниму их. Пшеница тут лежит. А это вот Камагорьев или Лагерный пруд. А вот там далеко, видать, между этими. Ну, развесистыми. Посередине. Там видно, строение даже. Вот это. Это бывший Лагер Стан. Теперь музей. Комплекс для бедных лагерей. Чтобы везде были такие. Не знаю, что делать. Так, ты сейчас подойди сюда, Исак. Я тебе расскажу кое-что. Значит так. Мы сейчас завезли еще туда отходов. Теперь там 21 тюрюк. А первый из них с горохом. Его не трогать. Написано только для голубей. Когда будет особенно холодно. Тогда посыпать маленько можно. Ну, там полчашечки и меньше. Там всего только две. Нет, одна. Один тюрюк такой. Понял, да? Ты сегодня им сколько на доску насыпал? Одну. Одну полную? Да. Маленько не полную делай. На два пальца ниже. Оно осталось. А то, что остается, это мыши сидят. Все хорошо. Я посмотрел и воды налил правильно. Спаси, Христос. Так что я успокоился. Мы еще привезли сейчас туда, кажется, пять или шесть тюрюков полных набили. И спереди, которые были два пустых, их заполнили. Первую только не трогать. Субтитры сделал DimaTorzok.